воскурение в храме единственный день в году когда единственный человек перосвященник мог входить святая святых даже ангелы там не присутствует святая святых храма стоял ковчег ковчег завета в этом ковчеге лежали скрижали две пары 1 разбитый который разбил моисей когда ужаснулся потому что по его возвращению евреи поклонялись лицу вторые новые скрижали которые он вытесал там лежал свиток торы написанный рукой самого моисея лежала баночка мана первого который выпал евреям в пустыне все это лежало в таком ящике который назывался ковчег завета по-русски и на нем стояли ангелы форме юноши и девушки два ангела между этими ангелами раскрывалась управление этим миром раскрывался всевышний это самый святой день самое святое место и в этот момент в этот день прощаются грехи также в емкий пур есть особая служба два козла один переносится в жертву другой прогоняется с обрыва козел отпущения и в этот день всевышний по милости своей забирает те моменты от которых мы сами хотим избавиться очищает нас у меня есть дети маленькие дети не любят купаться все по-разному но некоторые совсем не любят и ты пытаешься его помыть он грязный ему самому неприятно быть грязным ты его в этой ванной пытаешься а он сопротивляется орет и не дает себя вымыть эта процедура превращается в мучение она превращается в бесполезную мучительную процедуру ведь он и не отмывается до конца потому что он не дает наша задача в этот день поучаствовать дать возможность всевышнему нас очистить первое самое главное нужно избавиться от тех вещей которые нам мешают потому что если ребенок держит руках бяку этот который он испачкался сколько его не мой он все равно грязный нужно вытянуть бяку это первый этап то что мешает нам жизни нужно избавиться от этого и в емкий пур есть всего шесть ограничений шесть правил первое емкий пур это шаббат все правила которые есть шаббат присутствуют емкий пур нельзя ездить на машине нельзя зажигать огонь кроме этого есть еще пять ограничений не есть и не пить первое ограничение то пост муру хату аду и нолы и малах вайлом шакольный бры второе ограничение не носим кожаную обувь емкий пур никакой кожаную третье не умощаемся всякими маслами коми косметическими средствами четвертое не моемся если где-то испачкал это место можно помыть но не для удовольствия не моемся это все удовольствие от которых мы себя в этот день ограничиваем и 5 супружеская близость емкий пур она запрещена вот всего пять ограничений запрет есть и пить это пост запрет носить кожаную обувь запрет умощаться маслами запрет купаться мыться запрет супружеской близости следующее правило емкий пур как шаббат запрещены все работы и самое главное избавиться наконец от того чего мы хотим избавиться и бог по милости своей нас моет отмывает от наших грехов от того чего мы сами хотим избавиться от тех фактов которые нам мешают дальше жить и двигаться это магия этого дня хочу пожелать всем успешно провести емкий пур исчезнение уголовке Продолжение следует...